Как правильно хранить новый урожай и зелень, поможет нам разобраться Валентина Боб, руководитель научно-производственного комбината Красноярского государственного аграрного университета. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот давайте с самого начала. Конечно же, период сбора урожая идет уже вовсю, с ягодой понятно, что касаемо овощей. Если в погребе хранить, как? Хранить в погребе. В данном случае принесла капусту. Капуста, ведь есть специальные сорта для длительного хранения. Ну, самый распространенный, например, сорт Ленокс. Капуста для длительного хранения. Качаны маленькие, небольшие, очень плотные, очень тяжелые. И, значит, чтобы хорошо сохранилось, срезали, убрали все вот эти розеточные листья. Вот он, качанчик. Не моем. А, не моем. Не моем. Если где-то какие-то загрязнения или, например, конденсат, там, влага, берем какие-то полотенца, такие ненужные, и пропитываем, стираем вот это все загрязнением. И затем берем пленку пищевую, стрейч. И начинаем укладывать, заматывать два-три слоя. Вот, стрейч-пленка, она тянется. Ее можно, видите как, вот так вот разворачивать. По-всякому. По-всякому. Смотрите, мы с помощью этой пленки ограничиваем доступ к кислороду, правильно? Доступ к кислороду ограничили, и затем в подвал, в подвале на полочке раскладываем, при этом кочаны не надо друг на друга, чтобы не было давления, потому что в местах давления начнется там все равно какие-то процессы. Тяжелые, понятно. Вот, и, ну, стрейч-пленка сейчас доступна всем. Но если, например, у вас друг ее под рукой не оказалось, то тогда кочаны вырываются вместе с корневой системой, розеточные листья убираем, на кочан кусок газеты сверху, через вот эту кочерыжку. И затем по два кочана связываем, там чем-либо перевязываем, и натягиваем какую-либо проволоку, там веревку в подвале же, и вот гроздями вот так вот развешиваем. И они очень тоже хорошо хранятся. Но в пленке она хранится буквально до мая. Если у нас без пленки, вот газетой мы там пытаемся нивелировать, например, там лишнюю влагу, что газета впитает, это до марта тоже прекрасно сохранится. А есть ли какая-то опасность, вот в погребе многие же их просушивают, да, перед началом заполнения, да? Есть ли какая-то опасность, что вот в зимний, осенний, весенний период там может что-нибудь завестись? То есть можно ли обрабатывать при уже нахождении там овощей это помещение? Нет. Нет, ничем. Это нужно делать заранее. Все заранее. Вычищает все ненужное, остатки различные. Более того, можно же продезинфицировать элементарной побелкой. А если вы боитесь грызунов, то это есть отравленные приманки, есть такое дело. А еще ведь можно использовать просто мяту. Мята, которая у вас уже сейчас переросла, уже оцевела, уже выглядит так, не камильфо, как говорится. Нарезать пучками и проложить между овощей. Вот почему-то грызуны не любят вот запах мяты. Мяты. Мы коснулись сейчас только овоща одного. Только капусту так храним или можно все овощи? Морковь и свекла. Это корнеплоды. Если сравнить друг с другом, у свеклы более плотные покровные вот эти вот оболочки, да, кожура, как мы называем. У моркови это более нежная такая субстанция. Поэтому свеклу мы просто вынули из почвы, удалили ботву, не моем ничего, просто складываем, как картофель. Какие-то закроматы, могут быть ящики, ну, неважно, как вы там храните в своем подполье или в подвале. Прекрасно сохраняется буквально до нового урожая. А у моркови нежные вот эти вот оболочки, тонкие, и влага быстро испаряется. Поэтому важно сохранить запас влаги, который есть у моркови. Иначе она будет дряблая, там, не очень такая, потом, ну, презентабельная, скажем. И поэтому ее хранят в ящиках, пересыпав песком. Самый элементарный способ. Или опилками. Или опилками, или мхом с фагнумом. У кого что есть под рукой, кому что доступнее. Вот, можно хранить в ящиках, можно хранить просто в закромах, там, какие-то отсеки. На дно насыпали песка, переложили слой песок, слой моркови, песок. Вот, и это может быть даже мешки. Мешки из-под сахара, рогожные мешки, любые. В них она тоже неплохо хранится. Но мешки должны быть, желательно, все-таки какой-то воздух должен циркулировать. Есть экзотические способы. Вот знаете, в советские-советские времена, когда на производстве овощехранилища большие партии моркови хранились, и надо было длительное время хранить, это вот севера касалось в основном, то макали в глиняную болтушку и подсушивали, то есть там целый процесс шел, конвейер в глиняную болтушку, дальше колорифером подсушивалось, и вот в этой глиняной оболочке, как в саркофаге, прекрасно хранится. Ну, я думаю, что нам не стоит этим заниматься. А что же делать-то, если нету подвала? Вот, ключевое. В холодильник, что ли? Если нет подвала, в комнатных условиях тоже можно хранить, но не так длительно. Мы знаем, что прекрасно хранится картофель, например, мы можем до месяца хранить. Важно, чтобы только свет не попадал, и не обязательно хранить картофель, например, там, в нижнем отсеке холодильника. Это может быть просто комнатные условия, ну, где-то так, от глаз подальше. А вот свекла, морковь, ее храним в нижнем отсеке холодильника. И так она может храниться до месяца. Причем здесь не обязательно эти корнеплоды тоже мыть перед хранением. Вот. Но с точки зрения гигиены, вот я все-таки, у нас и мне принято мыть. А если речь идет о, например, зеленых культурах, все-таки хочется и салатик, чтобы у нас еще был свеженький, и укропчик, и петрушечка. Есть пряные травки, разные способы их хранения. Это можно срезать пучки и стеблями поставить в водичку, в какую-то емкость, стакан, баночка, неважно. Как в магазине, короче. И в пакетик. В пакетик не закрывать. А в итоге в течение 2-3 дней у нас более свежая такая получается продукция в холодильнике. И при этом водичку надо менять каждый день. Другой способ, не такой мокрый, это собрать нужные нам такие зеленые овощи, сложить полиэтиленовый пакет, его надуть немножко, так замотать и завязать. Поэтому вот знаете, как такой в шарике. Да. Тоже хранится неплохо. Если вы пока с дачи везли и маленько подвяли вот эти зеленые овощи, можно их сбрызнуть прежде холодной водой, но именно сбрызнуть. То есть не там не мочить особо. Вот тоже в течение 2-3 дней хранится. Ну, еще такой есть вариант, когда вот, допустим, тот же укроп или петрушку можно нарезать. И? Пакет. И заморозить. И в морозилку. Да. Потом раз, кинул куда тебе надо. А здесь еще, знаете, тоже разные варианты возможны. Когда мы замораживаем в пакете, да, у нас пакет такой, там, еще если мы помыли хорошо, не очень хорошо просушили, потом смерзнется таким комом. А можно порционно. При этом исключить воздействие, ну, какие-то окислительные процессы, воздействие воздуха. Наверняка у каждого есть формочки для льда, для заморозки льда в том же холодильнике. И вот вы берете укропчик, мелко-мелко режете, в эти формочки засыпаете, чуть-чуть водички подливаете и в морозилку. Когда замерзнет, вы можете вот эти кубики льда вместе с укропчиком, а вода должна быть кипяченая в этом случае, значит, вынуть, сложить в пакетики, и у вас порционно. Надо вам, пожалуйста, там, один кубик, надо 10 в зависимости. А вот еще есть пряные травки, такие как майоран, душица мы так называем, но иногда это орегано называют, да, вот, розмарин, ну, то, что выращивает такое. Вот эти травки тоже можно также замораживать, но не водичкой их заливать, а оливковым, хорошим оливковым маслом. Вы знаете, когда оливковое масло ставишь в холодильник, оно же такое густое становится, да, а тем более, когда в морозилку. И в данном случае тоже вот все ароматы вот с этим маслом связываются, и ароматы сохраняются. Интересно. С маслом это да, будем пробовать. Это надо пробовать. Будем пробовать. Валентина, вам большое спасибо. Надеемся, что какой-то либо из этих советов возьмете на заметку, и свои овощи сохраните как можно дольше. Мы будем ждать вас еще в программе. Продолжаем эфир. Продолжение следует... Продолжение следует...